В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Лесные пожары в Бурзианском районе планируют ликвидировать в течение нескольких дней. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил министр лесного хозяйства республики Башкортостан Марат Шарфудинов. Только за прошедшую неделю в связи с аномально высокой температурой и активностью грозового фронта в районах Заурали зарегистрировали 59 лесных пожаров на общей площади более полутора тысяч гектаров. Самый крупный пожар зафиксирован в Башкирском государственном заповеднике в Бурзианском районе. На 20 июля темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Башкортостане не превышают 0,7%. Глава Башкортостана отметил, что ситуация с коронавирусом, несмотря на общее снижение смертности и заболеваемости, остается тревожной. Оснований для дальнейшего ослабления режима повышенной готовности нет. В соответствии с задачами национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», рост производительности труда в республике в 2020 году должен составить 3,1%. Нацпроект дает возможность предприятиям стать более конкурентоспособными за счет повышения эффективности производства и квалификации персонала. Аграрии республики уже заготовили 82% от планового объема сена, 69% сенажа. Это значительно опережает прошлогодние темпы. Все сельскохозяйственные работы проходят со строгим соблюдением мер санитарной безопасности. Люди работают изолированными сменами, пользуются защитными средствами. Среди других тем – совещание в проявительстве республики техническое обследование развлекательных аттракционов республики и анализ работы с обращениями жителей в системе «Инцидент-менеджмент» за 6 месяцев 2020 года. С момента запуска системы в ноябре 2018 года в работу поступило почти 130 тысяч обращений в социальных сетях, из них 26 тысяч в первом полугодии этого года. В числе наиболее актуальных тем – дороги, ЖКХ, благоустройство, коронавирус, здравоохранение, а также социальное обслуживание и защита, общественный транспорт и образование. Утреннее совещание продолжилось в зале заседания районной администрации докладом директора Центра занятости населения Янаульского района Фарита Шарафудинова. Он рассказал о ситуации на рынке труда и изменениях в выплате пособий по безработице. Анализ ситуации на рынке труда в условиях пандемии показывает уменьшение спроса на рабочую силу. Работодатели в Центр занятости на 1 июля 2020 года заявили 287 вакансии. Это на 30% меньше, чем на начало 1 июля 2019 года. Снизились вакансии в организациях торговли, а также на предприятиях общественного питания. В свою очередь отмечен рост числа обращений граждан в Центр занятости, начиная с апреля. И это общероссийская тенденция. В Центре занятости Янаульского района на 17 июля 2020 года зарегистрировано 1042 безработных. Это почти на 800 человек больше, чем за этот период 2019 года. Уровень безработицы на 1 июля 2019 года составлял 0,99, на 17 июля 2020 года – 4,01%. Сразу после видеоселекторной части утреннего совещания состоялось заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории Янаульского района. С информацией о проделанной работе по исполнению решений протокола предыдущего заседания от 6 июля выступили члены оперштаба. Они доложили об итогах рейдов по проверке соблюдения масочного режима на торговых объектах, о работе по обработке подъезда в многоквартирных домах и местах массового скопления людей. О мобилизации системы здравоохранения и создании безопасных условий работы для персонала медицинских учреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач района больницы Тимур Мадьяров. В этом районе зарегистрировано 131 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них находятся на госпитализации 3 человека в инфекционном отделении и 20 человек находятся на дому на амбулаторном лечении с легким течением. Выписано с выздоровлением 99 пациентов. На карантине находятся 78 человек в контактной лице. За весь период зарегистрировано 20 семейных ночевов, где заболели 52 человека. По состоянию на сегодняшний день в провизорном госпитале получают необходимую медицинскую помощь 23 пациента, в том числе в строе подтвержденных и плюс 11 пациентов в пульмоглоке. По решению предыдущего оперштаба, согласно предписанию Роспотребнадзора 17 июля, двумя бригадами врачей и медсестер осмотрено 67 человек в прогрессской зоне, в том числе один из них на больничном листе. Завершилось совещание на позитивной ноте. Глава администрации района Ильшат Вазигатов вручил ценный подарок молодому жителю Янаула, 20-летнему Айдару Рамазанову. 16 июля он стал свидетелем того, как 7-летнюю девочку унесло течением на реке Буй. Айдар не растерялся и бросился на помощь ребенку. Благодаря его решительности удалось избежать беды. В правительстве Башкортостана обсудили вопросы безопасности населения на воде. 17 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения происшествий на водных объектах основным вопросом обсуждения стала гибель людей на воде. Заместитель премьер-министр правительства Республики Башкортостан Ирик Сагитов сообщил, что на 17 июля на водоемах республики утонули 138 человек, в том числе 13 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 69 человек. Наибольшее количество погибших допущено на водных территориях Уфы, Стерли, Тамака, Альшеевского, Баймакского, Белорецкого, Краснокамского, Мелиузовского, Иглинского и Уфимского районов. В связи с жаркой погодой и ограничениями, связанными с запретами на выезд за пределы страны из-за пандемии, поток отдыхающих на водных объектах республики в среднем вырос в три раза. Помимо этого, зачастую погибают люди в состоянии алкогольного опьянения. Всего во всех муниципальных образованиях к началу купального сезона должно было быть организовано 113 пляжей. Однако не везде эта работа проведена на должном уровне. По состоянию на 17 июля аттестовано 85 пляжей на территории 37 муниципалитетов республики. В 9 районах не аттестовано ни одного пляжа. В этих районах утонуло 14 человек. Вице-премьер поручил всем главам муниципалитетов до 20 июля завершить работу по открытию пляжей, увеличить количество профилактических рядов и патрулирований на водных объектах, а также организовать вдоль побережья всех рек и водоемов на территории по местам несанкционированного купания аудиообращение с призывом соблюдения правил безопасности на воде. Купание в необорудованных местах несет за собой риски для здоровья и жизни людей. Жители Башкирии продолжают гибнуть на водоемах. Статистика утонувших в республике неутешительная. Их число уже превысило 100 человек и с каждым днем только растет. В нашем районе регулярно проводятся профилактические рейды с целью выявления граждан, купающихся в запрещенных местах или находящихся в районе водных объектов в нетрезвом состоянии. Так, очередную проверку комиссия провела 16 июля. Они посетили места массового скопления отдыхающих. Среди них аттестованный пляж, расположенный на левом берегу Кармановского водохранилища Кисакаиновского сельского совета. На пляже установлена спасательная вышка. Спасатели дежурят круглосуточно. Установлены буйки, пляж и дно очищены от мусора. Разрешения у них все имеются. Установлены аншлаги о запрете купания в необорудованных местах. Проведена беседа с отдыхающими. Розданы памятки о правилах поведения на воде. И нарушений в ходе рейда не выявлено. С 13 июля в Башкирии начался месячник по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. Операция «Трактор» проводится ежегодно и преследует главную цель – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей при использовании этого вида техники. Очередной рейд инспекторов Гостехнадзора в нашем районе прошел 21 июля. Особое внимание при проведении операции уделяется исправности машин, а также соблюдению порядка допуска лиц к их управлению и наличию всех необходимых документов, в том числе пройден ли технический осмотр. Операция «Трактор» продлится до 14 августа. В течение месяца инспекторы будут проверять состояние самоходных машин, наличие неисправности, а также в обязательном порядке регистрацию трактора в базе Гостехнадзора. В случае выявления с нарушением по правилам государственной регистрации по технической неисправности, по отсутствию удостоверения, а также по экологии будут привлекаться к административной ответственности. Инспекция может применять статьи по государственной регистрации, по наличию нарушения правил страхования автогражданской ответственности, по выбросу загрязняющих веществ, отработанных газов с двигателя, тракторов, а также по нарушению правил безопасной эксплуатации. Прошла ровно неделя, как началась операция. На сегодняшний день, с учетом понедельника, привлечены к административной ответственности 7 граждан, в том числе трактористы-машинисты, и 2 должны стыклиться за допуск эксплуатации неисправного трактора и автогрейдера. Во время операции трактор будут организованы рейды совместные с ГИБДД района, с представителями инспекции по охране леса, а также с представителями Министерства экологии и природопользования республики. Я думаю, только совместные работы могут принести. Трудно поверить, но впервые за шахматы люди сели больше тысячи лет назад. Родина игры принято считать Индию. Чуть позже она попала в Иран и Ирак, затем на Ближний Восток и только потом в Европу и Россию. Самый долгий по времени ход принадлежит бразильцу Франциско Тройсу. На его обдумывание шахматист потратил 2 часа и 20 минут. В понедельник, 20 июля, шахматисты всего мира поздравляли друг друга с Международным днем шахмат. За игрой в шахматы 7-летний Камиль Садыков, несмотря на свой юный возраст, может сидеть часами. Знакомство с правилами игры и фигурами состоялось 3 года назад. С тех пор он настоящий фанат и уже знаток этой увлекательной игры. Срубить все фигуры и сделать, чтобы король у противника не смог никуда ходить. Пешка ходит только вперед, а я вперед-назад, вправо-влево. Король ходит хоть как, по диагонали, вправо-влево, вперед-назад. Конь ходит буквы Г маленькой, а слон по диагонали. Настоящие баталии разворачиваются на черно-белом поле из 64 квадратов. Каждый ход может стать решающим, поэтому Камиль держит ухо востро. Игра в шахматы в доме Хабибулиных стала семейной традицией и на протяжении многих лет передается из поколения в поколение. Я первый раз начал играть тоже с дедушкой, с верткой Белян. Он научил. Потом играли с отцом, с братьями. У меня трое братьев, все играют в шахматы. Вот потом научил своего сына, который тоже играет. Досерей научил, тоже играют. И сейчас играют внуки. Ильнур, Камиль, Роберт, а еще остальные маленькие еще. Ну и надо поддаюсь, да, не всегда надо выигрывать. Чтобы у них была уверенность, надо и надо поддаваться. Поиграть с дедушкой в шахматы приходит и старший внук Ильнур. К игре старшеклазник подходит с научной точки зрения. Читает книги, ищет новые комбинации. И все для того, чтобы поставить честный мат в равном бою. Самый сладкий день в году отпраздновали в 20 июля во многих уголках мира. Международный день торта в календаре праздничных дат появился 9 лет назад. В этот день принято ходить друг к другу в гости, делиться хорошим настроением и, конечно же, угощать и угощаться тортом. Для Евелины Исенбаевой торты не просто лакомство, а кропотливый труд и любимое хобби. Их изготовлением она занялась чуть больше трех лет назад, когда впервые на просторах интернета увидела не просто торт, а мечту. Решила, и я так смогу. Правда, как оказалось, одного желания мало. В кулинарии, как и в любом другом деле, есть свои тонкости и хитрости. Лишние граммы сахара, слишком высокая температура кипения могут свести на нет все старания хозяйки. Поэтому приходится, как в аптеке, все взвешивать в граммах. И это лишь вершина айсберга. Каждый кондитер хранит свои секреты удачной выпечки. Евелина не исключение. Свои тайны она не выдает, а вот своих близких частенько радует настоящими сладкими шедеврами. Вначале, конечно, ничего не получалось. Много чего пришлось выкинуть в урна. Много пришлось самим доедать, съедать все, что не готовилось. А потом, в конце концов, методом проб и ошибок начало все получаться. Всему я учусь в интернете, благодаря интернету. Все ночами сидела, вначале смотрела видеозаписи, курсы смотрела, читала. Абсолютно была... Сидела только в интернете, можно сказать, первые полгода. А потом уже до всего начала сама. Торт. Всего четыре буквы. Но фантазия уже рисует сладкие розы и тающий во рту нежный сливочный вкус крема. Интересно, а балуют ли себя тортами и тортиками наши горожане? Всера кушал маму на рождении. Любишь? Да. Вкусные? Да. Особо не люблю, потому что в них полезного немного. Но по праздникам можем позволить себе. Люблю, уважаю, особенно дети. Ну, нам раньше вот репатриарь совет, хорошее дело торты. Люблю, да вы вовремя любила, да сейчас нет уже все. Я все люблю. Сметаны и песочные. Люблю, но часто я их не ем. Почему? Ну, потому что как бы родители часто не покупают. Я очень-очень люблю торт, но я его не ем. Почему? Ну, я предпочитаю правильное питание, здоровое, вкусное, правильное питание. Как уверяют историки, первые торты появились приблизительно 2000 лет назад. Но даже спустя столетия спрос на них не падает. Меняется только мода на украшения. Если раньше найти и купить торт было проблематично, то сегодня магазины предлагают их на любой вкус и кошелек. Но каким бы вкусным и манящим ни казался этот десерт на прилавке, главное в этом деле не потерять чувство меры. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан объявило о старте 10-й по счету республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Традиционная акция «Добра» будет проходить с 1 июля по 31 августа. Она дает возможность объединить усилия для общего доброго дела. Так, в прошлом году помощь получили 7 816 детей из малообеспеченных многодетных неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. На сумму порядка 10 миллионов рублей. Присоединиться к акции может каждый. С 1 июля Инаульский район присоединился к 10-й ежегодной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Суть данной акции заключается в сборе гуманитарной помощи в форме канцелярских товаров, тетрадей, красок, альбомов в новой форме, в новом виде, портфелей, школьной формы, учебников и так далее в хорошем состоянии, либо тоже в новом виде. Пункт приема данной гуманитарной помощи – это служба семьи в Инаульском районе по адресу Советская, 21, кабинет 115. К сожалению, активность пока у нас не очень высокая. На сегодняшний день гуманитарной помощи оказало всего лишь одно физическое лицо. Просим инаульцев проявить активность, потому что данная гуманитарная помощь будет направлена на обеспечение канцелярскими товарами детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также хотелось бы напомнить, что у нас продолжается до конца июля еще одна благотворительная акция – это семейный бумеранг доброты. В рамках данной акции мы также осуществляем сбор детских товаров – это кроватки, коляски, прыгунки, ходунки и так далее, любые детские товары, которые подлежат термической обработке. Все это нужно для того, чтобы обеспечить многодетных семей, также неполные семьи, в которых есть маленькие дети, которые испытывают нуждаемость в данных детских товарах. Это все новости к этому часу. Берегите себя и своих близких. Убедительная просьба по-прежнему соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию. Наше здоровье в наших руках. Я прощаюсь с вами, а сразу после прогноза погоды смотрите новый выпуск программы «Криминальная хроника» с Рустемом Шариповым. Не переключайтесь. 22 июля в Янауле ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 20, плюс 25. По данным МЧС в республике ожидается ливневый дождь, легкий ветер, ветер восточный, юго-восточный 4,10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 20, плюс 23. В этом выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Рустем Шарипов. Здравствуйте. Двухколесный транспорт становится все более популярным, однако не все спешат купить его. Есть и те, кто хотят прокатиться с ветерком на чужом велосипеде. Несмотря на предупреждения, многие по-прежнему оставляют свои велосипеды в подъездах, надеясь на русский авось. Так, только за две последние недели в Янауле похитили 4 велосипеда. Уважаемые жители, будьте бдительны. Не оставляйте велосипеды без присмотра и пользуйтесь противоугонными велозамками. География преступления порой не знает границ. Бывает и так, что в одном деле фигурируют сразу 4 населенных пункта. 27 июня за помощью в отдел МВД по городу Агидели обратился житель Нефтекамска и сообщил, что его избили в Янаульском районе. 40-летний мужчина получил закрытый перелом двух ребер, ушибы и многочисленные гематомы предплечья, спины и бедра. Выездом было установлено, что телесное повреждение возле деревни Канигова нанес 31-летний житель Янаула. Тем временем не дремлют и мошенники. С заявлением к сотрудникам полиции обратился 45-летний житель Янаула и сообщил, что через приложение, установленное на его телефоне, неизвестные лица похитили более 9 тысяч рублей. 7 июля в отдел обратился житель улицы Заречной. Неизвестные лица обманны путем похитили более 180 тысяч рублей. В этот же день пропажу более 9 тысяч рублей обнаружила и 30-летняя жительница улицы Некрасова. 11 июля с заявлением в полицию обратилась жительница улицы Аксакова и сообщила, что неизвестные лица похитили с ее банковской карты почти 8 тысяч рублей. Накануне вечером на мобильный телефон пострадавшей поступил звонок, от неизвестного мужчины. Он попросил проектовать номер ее карты для перечисления денег за товар. Его женщина выставила на сайте Авито. Кроме номера карты, потерпевшая проектовала код, пришедший ей по СМС. Не получив нужной суммы, женщина, почувствовав неладное, заблокировала карту. Однако, даже выпустив ее, она не смогла сберечь деньги. Как только на ее счет поступили деньги, произошло их списание на неизвестный счет. Уважаемые жители Янаульского района, будьте бдительны и осторожны. Как правило, мошенники находятся за тысячи километров от места преступления. Вычислить и вернуть деньги практически невозможно. Никогда не сообщайте третьим лицам данные своей карты, тем более секретный код на ее обороте. Это гарантия безопасности ваших сбережений. И самое главное, при любых сомнениях, подозрениях или беспокойстве, при малейшей попытке собеседника узнать пароль или код, немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному номеру банка. Он обычно указан на обороте банковской карты. В последних числах июня помощь сотрудников полиции понадобилась 22-летней жительнице улицы Некрасова. Девушка сообщила, что из квартиры пропали 11 тысяч рублей. 3 июля в отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что рядом с деревней Ижболдина неизвестные лица похитили листы ограждения скотомогильника. 4 июля на короткий номер 112 обратился житель улицы Пролетарской и сообщил, что из дома похитили триммер и плеер. В ходе беседы мужчина назвал и имя подозреваемого. Накануне они вместе распивали спиртные напитки. В этот же день правоохранительного органа обратилась жительница села Айбуляк. И рассказала, что у мужа из кармана пропали 8 тысяч рублей. В совершении преступления она позаревает соседа. 7 июля в отдел полиции обратилась пенсионерка. Неизвестные лица разбили окно ее садового домика, проникли в помещение и похитили продукты питания и одежду. Спустя два дня за помощью обратился мужчина на 1956 года рождения. Неизвестные люди перекопали весь огород пенсионера. Каждый из нас с детства знаком со сказкой «Заюшкина избушка». Подобная история произошла и в жизни жительницы села Карманово. По доброте душевной она сдала свой дом родственникам. Однако спустя год, не желая уходить из жилища, они угрожают поджечь дом. Поздним вечером 7 июля ссора между братом и сестрой едва не закончилась трагедией. С диагнозом рубленная рана левой щеки в приемный покой больницы обратился 57-летний житель деревни Ахтиял. Удар топором ему нанесла младшая сестра 1967 года рождения. В тот же вечер в отдел полиции позвонила неизвестная женщина и сообщила, что по улице Ленина 10 возле второго подъезда лежит пьяная женщина с коляской. В отношении 43-летней женщины составлен административный протокол. 10 июля при пересчете денежных средств сотрудники банка обнаружили поддельную купюру достоинством 5000 рублей. Как выяснилось позже, банкнота поступила из супермаркета нашего города. По данному факту проводится проверка. Всего за три минувшей недели на дорогах Янаульского района произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. Пострадало два человека. Выявлено более 600 нарушений правил дорожного движения. В том числе 126 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 10 автолюбителей нарушили правила обгона. 13 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за три минувшей недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Существуют ли меры пожарной безопасности в лесу? Безопасность леса – это ваша безопасность. МЧС России. МЧС России. МЧС России. Скажи, о чем молчишь. 8 800 2122. Телефон доверить для подростков. Звонок бесплатный и анонимный. Субтитры создавал DimaTorzok